Привет вам, поклонники, вкусной и не всегда здоровой пищи. Меня зовут Николай Крупатин, ака DJ Никотин. Вы снова на моей диджейской кухне. Я снова поделюсь с вами своим очередным маленьким секретом. Сегодня я не собираюсь кугать вас небесными крендерями, уж тем более летающими блинами. Сегодня будет пища вполне приземленная, очень вкусная. То, что вы в состоянии приготовить прямо сейчас, но при наличии определенных ингредиентов, достаточно быстро, но невероятно вкусно. Итак, поехали! Как вы могли понять из названия сегодняшней программы, готовить мы сегодня будем макароны с гадами в сливочном соусе. И для их приготовления нам потребуются, естественно, макароны, собственно, гады, специальный полуфабрикат для приготовления сливочного соуса, о котором я расскажу подробнее, и примерно грамм 300 сливок. Не сразу я решил, как вам показать пакетик, из которого я извлек содержимое сливочного соуса, но все-таки догадался, как сделать так, чтобы показать вам его. Но не продемонстрировать название фирмы, которая пока еще не заплатила мне спонсорских денег, а жалю. Шутка! Вот, что вам потребуется для приготовления сливочного соуса. Выглядит он примерно так. Ну, здесь он был чуть длиннее. В принципе, вы можете воспользоваться даже и каким-нибудь другим полуфабрикатом. Самое главное, чтобы в рецепте его приготовления вам потребовались сливки, но не сметаны, иначе это будет совершенно другое блюдо. Обратите на это внимание. Ну, теперь подробнее о гадах, или как они назывались в магазине, морской коктейль. Выбрать вы можете абсолютно все, что угодно, все, что вам заблагорассудится. Главное, чтобы это были морепродукты, приятные вам по вкусу, содержанию, ну, а главное, количество. Вне зависимости от того, в каком бы магазине вы их не купили, их обязательно надо мыть. Кстати, очень важный момент. Магазин всегда продает гадов, с замороженными. А это значит, что в результате гадов у вас получится как минимум раза в полтора меньше, чем это было изначально в пачке. Так специально делают другие гады, владельцы магазинов. Они специально намораживают эти продукты, чтобы они были больше и тяжелее. Ну, оставим это уже на их совести, мы уже купили то, что купили. Вот эта порция выглядит вполне аппетитной. и готова к тому, чтобы отправиться на сковородку. И поскольку я жуткий лентяй, не люблю что-либо делать очень долго, предлагаю одновременно готовить макароны и заниматься гадами. Количество макаронов и гадов, как правило, зависит исключительно от вашего аппетита. Гадов мы обжариваем на постном масле. И поскольку одно и другое, в принципе, не требует нашего постоянного присутствия, мы можем одновременно заняться еще и приготовлением сливочного соуса. Благодаря современным возможностям полуфабрикатной кухни, сливочный соус сегодня готовится невероятно просто. Раз. И не все. И мы уже на полпути к одному из вкуснейших, простейших блюд вашей кухни. Что следует учесть в процессе приготовления гадов? Поскольку гады, они исключительно морские, поэтому так же, как и мы, на 80% состоят из воды. Эту воду они и выделяют, обжариваясь в сковородке. От нее нам и надо избавляться. Решается эта задача тоже довольно-таки просто. При помощи крышки в сковородке добавляем еще капельку костного масла. И теперь очень важно их как следует прожарить. Надо же не забыть посолить макароны. Кстати, очередной крайне важный момент. Макароны лучше не доварить, чем переварить. Ибо это далеко не портление, что им придется пережить на пути к нашему желудку. И как раз сейчас они в том самом идеальном состоянии. Чуть-чуть не доварены. А поскольку наши гады еще не готовы, лучше макароны снять с плиты и уже откинуть при помощи душлака или кто-то как привык. Несмотря на то, что одним из ингредиентов нашего блюда будут сливки, я все равно предпочитаю макароны заправлять сливочным маслом. Но пока мы ухаживаем за нашими макаронами, наши гады демонстрируют стопроцентную готовность к продолжению своего приготовления. А вот дальше с нашими гадами, которые действительно уже практически готовы к употреблению, будет происходить буквально следующее. Они встретятся со смесью нашего будущего сливочного соуса. На это, я думаю, нам потребуется еще примерно минут 10. Ни в коем случае не больше. Делать это, кстати, следует исключительно на медленном огне. Но поскольку очень важно, чтобы в процессе приготовления именно этой части блюда у нас осталось хоть немного жидкости, можно считать, что наше блюдо уже готово к сервировке. Итак, макароны в соответствии с вашим аппетитом, гады в соответствии с масштабами вашей скромности, ну и легкий штрих в соответствии с вашей фантазией. Вообще-то обычно я просто отправляю макароны в ту самую сковородку, в мисючу, которая у меня получилась из сливочного соуса с гадами. Мне сегодня очень уж захотелось выпендриться и, по-моему, вполне даже получилось. Все, мне приятного аппетита, вам успеха и удачи. До встречи на моей диджейской кухне. С вами был Николай Крупатин, а я диджей Никотин. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok